Вейп-девайсы, как и любая другая техника, имеют свойство ломаться. Это может случиться по разным причинам. К примеру, это может быть заводской брак, либо же вы его уронили, либо же залили. Причин моря. С некоторыми вы можете справиться сами, а с некоторыми вам придется обратиться в специализированный центр. А перед началом ролика обязательно поставьте лайк, оставьте какой-нибудь интересный комментарий, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети. Все ссылочки будут под видео в описании. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами, как всегда, Сигарет нет. И в сегодняшнем ролике я вам расскажу, по какой причине может сломаться или же не работает ваш вейп. Для начала я расскажу о проблемах классической связки атомайзера и батарейного блока. Проблемы можно поделить на три части. Связанные с платой, связанные с атомайзером и связанные с аккумуляторами. Ну что ж, начнем с неисправностей платы. Это наиболее сложная часть вейпа. Так что и при малейших неполадках лучше его сразу же нести в сервисный центр, поскольку в домашних условиях вы вряд ли сможете что-то с ней сделать. Дабы обезопасить себя от похода в сервисный центр, я могу вам сказать пару советов, которые помогут вашему вейпу прожить как можно дольше. Вы, конечно же, можете мне сказать, что вы периодически снимаете атомайзер, все протираете насухо, и у вас все находится в полной чистоте. Но вы забываете о том моменте, что маленькие микрокапельки могут попасть сквозь коннектор на плату. Но когда жидкость становится сверхтекучей, она просачивается через крошечные поры. А сесть на ней и в будущем вызвать короткое замыкание. Дабы этого не случилось, я могу вам дать несколько советов. Для начала я рекомендую лучше относиться к своему атомайзеру. Следите, чтобы он не протекал, а в случае протечек меняйте либо испаритель, либо меняйте намотку. Все должно быть сухо и красиво. Далее, если у вас руки растут из правильного места, то я, конечно, не рекомендую, но вы можете разбирать свое устройство и чистить его изнутри. Либо же обратиться к человеку, который имеет отношение к технике и который сможет вам помочь с этой проблемой. Открутить все болты, аккуратненько все почистить и вернуть все на свои места. А сейчас поговорим о двигателе любого вейпа, а именно об аккумуляторе. В наше время существует два типа устройств. Это устройство, которое работает на сменных аккумуляторах и устройство, которое работает на встроенных аккумуляторах. Сразу же хочу отметить, что все аккумуляторы обладают ограниченным ресурсом и со временем выходят из строя. Но не стоит волноваться, аккумуляторы могут жить год, два и три. Так что я вам сейчас просто расскажу, как увеличить их срок службы еще больше. Опусти телефон. В случае со сменными аккумуляторами вы можете попарить на девайсе, они у вас вышли из строя, вы их достали, выбросили, приобрели новые, установили и парите дальше. В случае со встроенными аккумуляторами так сделать не получится. Ну, либо получится только при прибегании к какому-нибудь мастеру. Для того, чтобы увеличить срок службы ваших аккумуляторов, я рекомендую не заряжать их каждую свободную секунду. Вы взяли, попарили, разрядили их полностью, поставили на зарядку, зарядили. Также я не рекомендую парить девайсы во время их зарядки, поскольку это тоже может убить не только ваши аккумуляторы, но и плату. Если же вы устанавливаете аккумуляторы, которые работали вроде как недавно, а сейчас не работают, то есть несколько вариантов по решению этой проблемы. Первая проблема – это аккумуляторы изжили себя, и их нужно менять на другие новые аккумуляторы. Второй момент – это вы продавили плюсовый пин. И самое лучшее решение этой проблемы – это, опять же, приобрести новый аккумулятор, а эти выбросить. Но если же вы не хотите этого делать, я вот сейчас буду говорить, не рекомендую это делать, то, что я сейчас буду говорить, вы можете приподнять самолично этот пин. Но для этого вам надо использовать твердый, не металлический предмет и делать все максимально аккуратно, потому что может бомбануть. Еще, конечно же, проблемы могут быть связаны с модом. В этой ситуации я также рекомендую аккуратненько подогнуть контакты, но лучше всего подойти к мастеру, который проверит ваше устройство, проверит аккумуляторы и скажет, что нужно делать в этой ситуации. А теперь пришло время рассказать о проблемах с атомайзерами. Мы уже снимали одно подробное видео о неработающих атомайзерах, оно будет по ссылке в описании, и где-то здесь вот вылетит подсказка, по которой вы можете перейти и посмотреть этот видос. Одна из самых частых проблем – это когда ваш мод не видит атомайзер. У этой проблемы есть несколько типов решений. Первый – это просто открутить атомайзер и прикрутить обратно. Если в этой ситуации мод все еще не видит атомайзер, то нужно углубляться внутрь атомайзера. Для начала попробуйте подкрутить болты в базе, либо же открутить и прикрутить обратно испаритель. Если это не помогает, то нужно проверить пин в атомайзере, либо пин в девайсе, поскольку он мог втопиться, и мод просто-напросто его не видит, то есть нет прямого контакта. Если же все-таки дело в пине, то я рекомендую опять же отнести устройство в сервисный центр. Если же сервисного центра нет, то можно попытаться все исправить самому. В случае с баком пин можно слегка приоткрутить, либо же острым предметом его поддеть, а в случае с модом надо взять твердый острый предмет и аккуратненько-аккуратненько поддеть пин, чтобы он немножко приподнялся. Прикрутить атомайзер, и все должно работать. Если не работает, то интернет-магазин Сигаретный Байя, здравствуйте. В конце этого ролика я хотел бы сказать вам и настоятельно посоветовать при приобретении любой техники, неважно, это будет вейп, телевизор, холодильник, обязательно прочитайте инструкцию пользователя, и относитесь к этому устройству с уважением и очень аккуратно, чтобы оно вам служило долго, верно и с правдой. С вами был Глеб, сигарет нет, и до встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok